Всем доброго дня, это Гелиусар и История просто. Всеобщая история нового времени, 1800-1900 годы. 8 класс, за авторством Юдовской, Баранова и Ванюшкиной. Параграф 30. Африка, континент в эпоху перемен. Какие государства существовали в Африке в средние века? В средние века в основном государства в Африке существовали на территории Северной Африки. То есть, говоря современным языком, там были такие государства, как Гана, Мали, Аужир, Марокко, Эфиопия, Египет. Вот такие вот эти государства, в принципе, они были. Когда и в связи с чем возникла работорговля? Работорговля в Африке возникла очень и очень давно. На самом деле, африканская работорговля ведет свои корни еще со времен Древнего Египта. Поэтому и, по сути дела, эта самая работорговля, она не прекращалась никогда. И, что интересно, не прекращается она и в 21 веке. В той же Ливии, где было уничтожено законное правительство всякими НАТО и европейцами, в настоящий момент вполне себе существуют полноценные работорговые рынки, где продают тех самых африканцев по самым разным местам из самой Ливии. Причем продают именно как рабов. Поэтому работорговля как была, так она там и осталась. Но первыми очень активно продавать рабов стали арабы. За это, собственно говоря, негры ненавидят арабов гораздо больше, чем европейцев. Потом Португалия стала первой очень активно вывозить черных рабов в Южную Америку. Потом к этому присоединились Франция и Великобритания, которые тоже стали очень активно вывозить рабов из Африки. Таинственный черный континент. К началу XIX века африканский континент населяли различные народности. Продолжалось переселение целых народов и их формирование. В Северной, Восточной и Северо-Западной Африке в основном проживали арабы. В Восточной и Южной частях континента проживала многочисленная народность Банту, в том числе племена Зуусов и Кафров, принадлежащие к негроидной расе. Народы негроидной расы населяли также Западную Африку, Гутентоты и Бушмены, Юго-Запад, Мальгаши, потомки индонезийских переселенцев, остров Мадагаскар. Все эти народы находились на различных уровнях культурного, общественного и экономического развития. У одних – Эфиопия, Египет, Тунис, Марокко, Судан и остров Мадагаскар – уже сложились крупные государственные или национальные образования. У других еще сохранялись родовые отношения. Государства, образовывающиеся в Тропической и Южной Африке, возникали при отсутствии частной собственности на землю, так как считалось, что земля не может никому принадлежать. Пигмеи, живущие небольшими группами в лесах по течению реки Конго, принадлежали в XIX веке к числу наиболее отставых народов мира. Они еще не знали оседлого образа жизни и занимались охотой и собирательством в пределах строго определенной охотничьей территории. Бушмены из Анголы вели жизнь людей каменного века, хотя у них существовали государственные образования в ряде районов реки Конго. К числу древнейших государств в Западной Африке относятся Гана и Мали. У многих африканских народов высокого развития достигла культура земледелия, особенно выращивание кофе, арахиса, какао-бобов. Здесь есть одна маленькая такая особенность. Дело в том, что кофе это растение, которое существовало на территории Африки и Европы, ну точнее Евразии достаточно давно. В свою очередь какао, кофе и какао это разные вещи. Так вот, какао приехал из Южной Америки и пришел в Африку, когда туда пришли колонизаторы. Некоторые африканские народы знали письменность и имели свою литературу. Культы и религии Африки У африканских народов не существовала единой религии. Местные верования представляли собой множество родоплеменных культов. Культ предков, культ природы и стихии и тому подобное. Все верования были проникнуты колдовством и магией, приемами и действиями, которым воображение приписывало способность оказывать воздействие на мир. Вера в богов соединялась с обожествлением живых и мертвых правителей, царей или королей. Существовал культ царей-жрецов, личность которых окружалась множеством табу, запретов, и о их воцарении и смерти сопровождалось специальными обрядами. Так, в государстве Лаонго, район Нижнего Конго, никто из жителей под страхом смерти не мог видеть, как ест король. В случае смерти короля по всей стране гасили очаги, запрещалась всякая деятельность – охота, рыболовство, торговля и тому подобное. Люди не должны были менять одежды и стричь волосы. Так продолжалось вплоть до дня вступления на трон нового короля. И этот же день был днем похорон предшественника. Умершего сжигали в плавени священного огня, который зажигали юноша и девушка. В государстве Бакуба, внутренние районы Конго, король, олицетворявший силу и благополучие всего народа, не мог умереть своей смертью от старости или болезни. По традиции его душили, не дожидаясь естественного конца. В традиционных обществах Африки, наряду с колдунами, уже появились и жрецы, группировавшиеся вокруг храмов отдельных божеств. Храмы обычно представляли собой простые сооружения из дерева и пальмовых листьев, но при этом они владели землями и рабами, громадными богатствами, которыми распоряжались жрецы. В то же время в Африке распространялись мировые религии, христианство и ислам. Ислам распространялся из Северной Африки, где жило арабское население. Католические и протестантские миссии еще до колонизации обращали население в христианскую веру. Раздел Африки. Начавшиеся еще в конце 15 века колониальные захваты тяжело отразились на жизни африканских народов. Нарушались традиционные торговые связи. Колониальные войны приводили к разрушению местных промыслов, а иногда к гибели целых государств. Кровавым кошмаром называли работорговлю, продолжавшуюся до середины 19 века. Она стоила народам Африки потери не менее 100 миллионов человек. Крупнейшими базами работорговли были первые колонии Португалии, Ангола и Мозамбик. В 18 веке в Африке были государства, правители которых занимались охотой за людьми. На первых порах в 17-18 веках европейцы в глубь континента не продвигались. Этому мешали отсутствие дорог и тяжелый климат. Все необходимое – черных рабов, золотой песок, слоновую кость – на побережье доставляли посредники, связывавшие европейских купцов с правителями африканских государств, поставлявших живой товар. Поэтому европейских колоний в Африке долго не было. Исключением стала колонизация европейцами Южной Африки, где не было каких-то больших джунглей и можно было проводить колонизацию. Еще в начале 17 века началась колонизация европейцами Южной Африки. Сначала служащие Нидерландской Ост-Индской компанией основали поселение недалеко от мыса Доброй Надежды. Оно получило название Капстад, современное название Кейптаун. На эти земли стали стекаться бежавшие из Европы от религиозных преследований кальвинисты. Новая колония расширялась за счет захвата у коренного населения земель, племен гутентотов и бушменов. Переселенцы из Нидерландов называли себя бурами. Бур – крестьянин, мужик. Голландским поселенцам добавились выходцы из Франции и Германии. Религия была у всех одна. Все принадлежали к реформаторской церкви и считали себя избранным народом. Постепенно на основе единой религии и исторической судьбы общего языка «Afrikaans» возник в результате смещения голландского, немецкого, английского и местных языков. Сформировалась особая национальная общность – народ, который называл себя бурами. В XIX веке Африка переживает большие потрясения. Торговый колониализм перерастает в промышленный. На смену роботорговцам пришли европейские капиталисты, заинтересованные в сбытии фабричных товаров и добыче богатых природных ресурсов Африки. Европейские страны, используя преимущества, которые им давала индустриальная революция, делят континент на сферы влияния и создают свои колонии. Колонизация особенно активизируется в последние трети XIX века, когда усилился процесс завоевания глубинных территорий Африки. Каждая европейская страна стремится присвоить себе как можно больше территорий, продвигаясь от побережья вглубь континента. Колонии становятся рынками сбыта и предметом национальной гордости колонизаторов, создающих колониальные империи. Борьба за полный ее раздел европейскими державами привела к появлению Французской, Британской, Германской Африки, небольшим участкам, например, Итальянской Африки. Правительства стран-колонизаторов пытались оправдаться перед общественным мнением своей территориальной захваты, желанием самих африканцев стать под их защиту. В подтверждении этого политики часто показывали договоры о протекторате, подписанные предшественниками или купцами их стран с какими-либо африканскими королями или вождями племен. Но как показывали дальнейшие события, стороны очень по-разному понимали, что означает понятие протекторат. Для африканцев это значило не более чем установление дружественных отношений. Землю, полученную от предков по их представлениям, никто не мог у них отнять. Государственный флаг, который им оставлялся после подписания договора, коренные жители воспринимали как просто красивый подарок, а не знак принадлежности к другой стране. И если приходили новые гости, заключался новый договор о протекторате, вывешивался новый флаг. К 1900 году территориальный раздел завершился. В руках колонизаторов находилось более 90% территории африканского континента. Независимость удалось сохранить только Либерии и Эфиопии. Однако первая стала сферой влияния США, а вторая – Англии, Франции и Италии. Свободная республика. Создание Либерии связано с борьбой против рабства в США. В 1816 году в Соединенных Штатах Америки было организовано Американское общество колонизаций, поставившее целью переселения в Африку освобожденных в США рабов-негров. В 20-х годах 19 века это общество приобрело у африканских вождей прибрежную территорию на Гвинейском берегу за 6 ружей, ящик бус, 2 бочки табака и другие товары общей стоимостью 50 долларов. Здесь было основано поселение Монровия, названное в честь американского президента Монро. Негры-переселенцы, свысока смотревшие на африканских собратьев, расширяли свои владения, используя силу и межплеменную рознь. В 1847 году здесь была провозглашена Республика Либерия от Либертас, свободный. Взаимоотношения переселенцев с местным населением складывались негладко, и все же можно говорить о первой негритянской конституционной республике, ориентировавшись на передовой для своего времени американский конституционный стандарт. Либерия – небольшой островок, окруженный враждебной стихией, сумела отстоять свой суверенитет. Постепенно увеличилось количество имеющих право голоса аборигенов, расвод число образованных людей, в том числе и интеллигенции. Руководители страны умело использовали противоречия между Англией и Францией. В результате Либерия избежала прямого порабощения, но от экономического закабаления ей спастись не удалось. Страна специализировалась на добыче железной руды и производстве каучука, и зависела от превратности мирового рынка и от деятельности иностранного капитала. Эфиопия – страна, оставшаяся независимой. История этой страны, где существовала христианская религия, началась в глубокой древности. В 19 веке Эфиопии удалось избежать печальной участи стать колонией европейских стран. Тем не менее, это была слаборазвитая страна, которая состояла из достаточно самостоятельных феодальных княжеств, имевших свои войска и собственное управление. Феодальной раздробленностью и междоусобицами неоднократно пытались воспользоваться европейские державы. Угроза порабощения европейскими колонизаторами нависла над страной. В этих условиях в 50-е годы 19 века к власти пришел Негос, верховный правитель Теодорос II, которому удалось объединить эфиопские земли и покойничать с междоусобицами. Он провел ряд реформ, направленных на ограничение власти феодалов и усиление центральной власти, на поддержку церкви с одновременным подчинением ее государству. Уменьшил налоги, запретил работорговлю. Целый ряд реформ, проведенных в области хозяйственной жизни, способствовал развитию торговли. В страну приглашались европейские специалисты. В годы феодальных междоусобиц многие крестьяне, ремесленники, совершенно забросили свое хозяйство. Поэтому Теодорис II в первые же дни своего правления обратился к населению Эфиопии с призывом, чтобы каждый вернулся к профессии своих отцов. Торговец к лавке, крестьянин к плугу. Строительство Суэцкого канала сделало Эфиопию важным стратегическим объектом для европейских держав. В конце 1860-х годов XIX века в Эфиопию вторглись английские войска. Армия Теодориса II была разбита, а он сам, не желая сдаваться в плен, застрелился. После смерти Теодориса II в стране снова вспыхнули распри. Однако победа не принесла Англии желаемых результатов. Ей не удалось закрепиться в очень горной Эфиопии. В 1895 году, как вы знаете, безуспешную попытку завоевать Эфиопию предприняла Италия. Италии удалось завоевать Эфиопию только в конце 30-х годов XX века, перед самым началом Второй мировой войны. Естественно, по окончанию войны Эфиопия снова обрела свободу. В период империалистического раздела африканского континента Эфиопии удалось сохранить политическую самостоятельность. Втягивание экономики Африки в мировой рынок. Захватив Африку, европейские державы приступили к ее освоению. Уже с середины XIX века каждый африканский регион специализируется на поставках одного или нескольких видов продукции. Производились идущие на экспорт культуры, например, хлопок, арахис, какао, пальмовое масло, фрукты. В конце XIX века резко усилился приток капиталов в колонии. В Южной Африке крупные капиталовложения делались в добывающую промышленность, созданную на базе месторождений золота и алмазов. Строились железные дороги, шоссе, морские порты, города. Появилась потребность в квалифицированной рабочей силе, местных кадрах для колониальной администрации. И это привело к открытию школ, где изучались европейские языки. На континенте образовался слой местных чиновников, служащих, составивших вместе с традиционной верхушкой общества африканскую элиту. Но подавляющая масса африканцев с трудом воспринимала новшество, не понимала основ нового государственного устройства. Даже переселяясь в города, африканцы сохраняли общину, свои традиции и обычаи. Однако специализация оборачивалась для континента неравноправной торговлей. Низкие цены на африканские экспортные товары определялись мировым рынком. А на приобретенные промышленные товары, европейские, цены устанавливались достаточно высокие. Этот неравный обмен и составляет одну из причин экономической зависимости африканского континента и в 21 веке. Вовлечение Африки в мировой капиталистический рынок, развитие средств транспорта и связи, создание зачатков современной промышленности и т.д. Все это осуществлялось на основе хищнического отношения к людям и природным богатствам континента. Ковониальный гнет вызывал растущее сопротивление африканцев. Наряду с крестьянскими восстаниями в конце 19-го и начале 20-го веков происходили движения протеста граждан, зарождавшиеся интеллигенцией. Торговые традиционные общества африканского континента были слабо организованы и не обладали той силой, которую можно было бы противопоставить европейским колонизаторам. Это облегчило раздел Африки индустриальным державам. Процесс колонизации все активнее втягивал Африку в мировой рынок. Для экспорта сырья на континенте строились железные и грунтовые дороги, гавани и создавалось все это руками местного населения. Колонизаторы не щадили ни людских, ни природных ресурсов. Какие народы населяли африканский континент? Это арабы на севере, на юге и на востоке. Это народности Банту, плюс центральная Африка и часть западной Африки. Это народы гутентотов и бушменов. Покажите на карте места их расселения. Ну, собственно говоря, здесь все просто. Вот приблизительно, можно как-то даже, наверное, вот так вот обвести. То есть, это вот приблизительно вот так вот регион получается, где проживают арабы. То есть, вот огромные регионы северной и немножечко восточной Африки. Потом идет это центральная Африка и западная Африка. Это вот те самые гутентоты и бушмены. Вот так вот они, можно сказать, идут. И вот туда вот они идут. И далее южная Африка и опять-таки восточная Африка. Это народности Банту. Их очень много, там разных племен. Назовите особенности социальной организации народов Африканского континента. Дело в том, что племена Африканского континента были очень разными по своему развитию. Там были народы, которые сейчас остаются в каменном веке. А есть народы, которые имеют свою историю буквально многие тысячелетии. Которые по своему возрасту могут поспорить с самим Китаем или Индией. То есть, это очень древние народы, те же Эфиопы, например. Поэтому развитие очень разное. Где-то были целой империей, а где-то родоплеменной строй каменного века. Составьте перечень черт и различий между ними. Ну, я, в принципе, их перечислил. Укажите причины усиления европейской колонизации в Африке во второй половине 19 века. И ее отличия от колонизации 16-18 веков. Во второй половине 19 века Африку осваивают для того, чтобы найти рынки сбыта и новые виды сырья для европейской промышленности. У той же Британии, например, на островах не так уж и много месторождения разного сырья было. Поэтому нужно было осваивать именно африканский континент. Вот это и происходило. А в 16-18 веках в основном искали просто какие-то особые товары, не более того. То есть из Африки вывозили слоновую кость, какие-то виды таких небольших ресурсов. То есть в основном там шла торговля. А здесь шло именно уже полноценное освоение ради ресурсов. Металлов, хлопка и тому подобного. Дайте оценку реформаторской деятельности императора Эфиопии Теодориса II. Император Теодорис II, конечно же, сделал явно очень много для Эфиопии. И он начал процесс, который начал модернизацию самой Эфиопии. Хотя Эфиопия в 21 веке остается достаточно бедным и неразвитым государством. Но все равно Эфиопия это та страна, которая сумела удержаться и не распасться, и не допустить собственной колонизации. Захватить Эфиопию итальянцы смогли только, как я сказал, в 30-х годах. И то совсем ненадолго. Составьте в тетради план по теме социально-экономические и политические последствия колониального раздела Африки. Во-первых, это разделение племенных земель. Это самое первое. Границы европейских колоний проходили не там, где проходили границы тех или иных племен. Второе. Это полное уничтожение традиционного общества африканских племен. Третье. Развитие неравенства среди африканских племен. Четвертое. Это хищническое отношение к местному людскому населению и местным природным ресурсам. В принципе, вот этого можно быть достаточно. Согласны ли вы с теорией о бескорыстии европейцев, завоевывавших Африку только для того, чтобы ликвидировать ее отсталость? Чушь полнейшая. Плевать европейцам было на отсталость Африки. Главное были ресурсы, которых в Африке было очень много. Самим африканцам они прекрасно жили, так как они жили веками, и никакое развитие им даром было не нужно.